Я боюсь, что здесь еще очень-очень долго работать, потому что, ну сами видите, какой объем. Глаза боятся, рычи делают. И не только рычи, самосвалы и грузовики в помощь. Школьники, студенты, волонтеры, краевые и городские депутаты убирают свалку неподалеку от дамбы в индустриальном районе. Мы уже взяли за правило без тяжелой техники на субботники не выходить, потому что КПД таких акций намного больше. И нам удается с привлечением 50-80 человек убрать значительную территорию, которую сложно, честно говоря, коммунальным службам убирать. Здесь нужно залазить во враги, вытаскивать мешки. За первый час уборки вывезли три самосвала мусора. Участники федерального проекта «Чистая страна» из Хабаровска сил не жалели, ведь трудились на благо города. Чтобы воздух был лучше и гулять было комфортнее. Это наши улицы, которые должны быть чистыми. Тем более, что буквально в нескольких метрах здесь протекает наша замечательная река, которая должна быть чистой, которую мы должны сохранить в первозданном виде. Если ты в дальнейшем увидишь, что кто-то бросает бумажку мимо урны, что скажешь? Замечание. Чтобы подняли, убрали. Подобные субботники проходят по всей стране. Активисты убирают несанкционированные свалки и помогают сохранить экологию. Эта акция в рамках партийного проекта осуществляется и по всей стране около миллиона, свыше 900 тысяч человек присоединилась к этой акции. В основном территорию неподалеку от дамбы запрасывают строительным мусором. Разобраться с ситуацией помогут только решительные меры. Есть варианты установки камер здесь наблюдения, перекрытия этой территории для того, чтобы сюда вообще крупнотоннажная техника не заезжала. Следить за тем, чтобы новые свалки в черте города не появлялись, будут активисты проекта «Экопатруль». Они намерены фиксировать факты незаконного выброса мусора на видеокамеры и предъявлять их в соответствующие органы для разбирательств. Павел Игошин, Николай Трохин, Смотри Хабаровск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровск.